Спасибо, что зашли! Всем приятного просмотра! Лагеря мы тут все решили обследовать. Ну и, собственно говоря, наткнулись на одного нашего соседа. И сейчас ищем какого-нибудь еще одного соседа. А по сюжету пойдем уже в следующий раз. Ну или в этот раз, если успеем все окрестности исследовать. Я слишком далеко не буду заходить. Че скулишь? Я так только... В округе поброжу, поброжу. Погляжу тут все. Да и вернусь домой. К своим друзьям. Им там нужно кровать очинить. Точнее, вообще делать, создавать. Работаем плотником. Ну а мне вот интересно было осмотреть тут все. Отдохнуть, скажем так, от скоростного выполнения квестов. Это мы сейчас с вами... Ага. Это мы сейчас с вами как раз идем к нашему убежищу 111. Ну-ка посмотрим, как там, что изменилось в нашем убежище-то. Так, а если туда мы сходим? Что мы там найдем? Что мы там найдем? Угол карты мы там найдем. Но на него еще пиликать-пиликать. Я, конечно, слышала, что карта уж тут в Фоллауте не такая и большая, как ожидалось. То есть, какой-то там игрок по диагонали прошел ее всю за 11 минут. Эта тема... Эта новость форсировалась везде. Но, тем не менее, я думаю, что мы будем, знаете, так, бродить туда-сюда-обратно и... Нам этой карты хватит. Серий на 80-100. Как в Скайриме, собственно говоря. Я, кстати, не знаю, где карта больше, в Скайриме или в Фоллауте. Представления не имею. Но вот мы вроде всего лишь бродим по округе, а уже... Сколько всего обходили? У нас же как долго ходим. Сколько всего увидели? Не, ну здесь, конечно, пустынненько так, но я предполагаю, что все дело в том, что это угол карты, и поэтому так все пустынненько. Но, когда мы будем где-нибудь в середине карты, я думаю, там нам дадут повеселиться. Вот почему-то какие-то ППС просаживаются, возможно, здесь какие-нибудь опасные враги. Ну, у меня есть мой взрыв мозга и мой первый раз. Это пушки, я так назвала, кто не в курсе, кто не смотрел прошлую серию. Так что... Костерок какой-то. Опайки, там какие-то ребятушки. Ребятушки, ребятушки. Ну-ка. Сейчас я достану свой взрыв мозга. И мы повеселимся. Ну-ка, давай-ка в туловище. А что ж ты не попадаю-то? Так, Пес, а ты с другим сом расправляйся. Ух ты, тут еще один. Ай-яй-яй. Запас здоровья низкий. Ну что, ты расправишься с ним? Ху-тью, умница моя. Кто еще? Ну-ка, запас здоровья низкий. Сейчас мы чего-нибудь слопаем. Что у нас есть вкусненького? Дикий. Нет, это мы не будем есть. Готовый завтрак. Радиации. Вот мы что-то готовили. Вроде мясо Браменко. Радиации много. Да что ж такое? Везде столько радиации, а? Где то, что мы готовили? Назад надо просортировать. Пока еще плохо тут разбираемся совсем. Поэтому блуждаем, теряемся, но думаю, разберемся. Уж к середине этой игры точно разберемся. Дайте мне что-нибудь без радиации. Очищенная вода. Пакет крови. Не, ну это жирно будет пакетом крови. Собачатина, блин. Радиации много. О, жареный рот таракан. Ну-ка. Еще один слопаю. Нормально так он его сдержал. Хватит моего пса трогать, слышь? О, тут парней это много было. Я даже дала одна австрица, а тут их сколько? Четыре было. Нехило так развлеклись. Парни, где вы тут? Я уже потерялась. Где? Где все тела? Что за звуки? Какие-то звуки подозрительные. F5 нажму. Что за радио играет? Радио играет? Где ты? Нормально так? Неожиданно. Она прямо тут где-то играет. Сейф средний. Я его смогу взломать. Тихо. Музыка, не отвлекай меня. Бутылка, ментаты, осколочную мину, патроны. Психо. Вообще шикарно отражились. Богасом, а где это радио? Где она играет? Я хочу его отрубить. Ладно, черт с тобой. Я, наверное, это во время монтажа это радио вырублю, ибо ну ибо ютуб, вы же знаете. Ютуб, он ругается на музыку. На все он ругается. Такой вот ютубчик привереда. Да блин, где все тела-то? Что-то я не поняла. Пес, найди мне тела. Мы их тут только разложили и никого нету. Самка родоленя. Неплохо. Куча-куча богатств. Пес, ты чего пищишь? Боишься чего-то? Найди мне лучше остальные тела. Так, жареный родолень. Мясо круто крыса. Шикарненько. Спальный мешок. Спать. Спальный мешок. Нет, ну спать-то мы не будем. Зачем нам спать-то? Нам и так... Вот здесь вот тело было, а куда оно делось-то? Пистолет только один остался. Нормально. Ой! Уснули тут в обнимку. Чего ты все негодуешь, пес? Ты че? Цветочки! Ну-ка! Пес, ты где? Давай поищи для меня чего-нибудь полезного. Стой! Давай! Как долго по этому просто по этому дереву диалогов идти? Могли бы побыстрее как-то. Поудобнее сделать систему. А то слишком может долго и муторно. Сейчас ничего не нашел. Тут бесполезный. Ну-ка. Иди сюда. Ну-ка, вещь какую-нибудь? Иди ищи! Пес, ищи! Ставь полезный. Да ну тебе нафиг, пес! Мы пойдем дальше. Только надо разобраться, в какую сторону карта. Карта. Это мы вот как раз ходим вокруг убежища нашего, да? Ну так вот в принципе можем повернуть в какую сторону. Да, в эту сторону повернуть и окажемся в нашем убежище. Мы можем еще вот сюда сгонять, посмотреть, что здесь. Ну-ка, это мы куда идем вообще? Ага, это мы идем к краю карт. Там, я так понимаю, ничего нету, да, у этого края карта? Красота! Вы представляете, какая будет красота? Ты что, зависаешь? Эй! 9 фпс! Представляете, какая будет красота, когда сюда добавят модов разных всяких? Это же вообще будет обалдеть! Так, а что это такое? Там никого нет опасного, пес? Ты же, блин! двумя у меня, зараза! Так, изолента, все забираем, бафаут, шкура родоления, а где сами эти родоления? Что-то я их ни разу не видела. Нормально так? Манекен в ванной и швабра. Швабру раздолбаем, пригодится. дождь пошел! Да, как-то сразу неуютненько. Так, карта ферма обернете. Что за ферма обернете? Мы здесь были? А здесь? Нет, давайте-ка уже поворачивать в сторону нашего лагеря, а то мы так можем до другого конца карты дойти. Интересно путешествовать? Очень даже интересно, поэтому надо как-то быть, скажем так. Не отвлекаться, в общем быть, быть повнимательнее. Во, вот это что у нас? Это есть ферма обернете? Нет, это не ферма обернете, а это чего? ф5. Что за заразы такие? Ааа, они из меня высасывают! Дутинь, отвали! Так. давай-ка мы тебя вот сюда, давай сюда, хоп-хоп тебе в тело, бабак! Зараза такая, крит прошел, шикарно. Зараза такая, дутинь. Слушай, тут радиация полна, дайте-ка я отсюда уйду как-нибудь, а что-то вообще опасно тут. Со всеми расправился пес? хуууу. Хижина рейнджера. А кстати, я четвертый уровень не качаюсь и не качаю. Держивайте так, чтобы открыть диаграмму способности. Да я уж поняла. Так, а вот это получается, это тоже не ферма обернета? Что вы? Куда мы с вами попали? Ничего не понятно. Где остальные дутни пес? Покажи-ка мне. Кого-то еще развалил тут у нас. Ладно, черт с тобой. Хотя Дудни это хорошая тема, можно приготовить, он неплохо восстанавливает за хпшечку. Цветочки. А это что такое заныканное? Я вижу. Изоленка, разводной ключик. Да. Да. Машина, как обычно, пустая. О, какая-то голозапись. Нашли какую-то голозапись. Название такое смешное. Голозапись. Беглянка. Ну-ка, давайте прочтем. Разная голозапись беглянки. 22 октября 1077 года. Сегодня вечером я наконец-то им сказала, что все плохо, очень плохо. Папа кричал, что мне должно быть стыдно, чтобы я убиралась из дома. Мама просто плакала. И от этого почему-то было еще больнее. Они ни слова не сказали, даже когда я стала собирать вещи. К Джону я пойти не могу. Он ведь еще ничего не знает. Может, и никогда не узнает. Если бы не эта хижина, мне негде было бы ночевать. Мне нужно время на то, чтобы все обдумать. Последний раз я была здесь много лет назад. Маленькая девочка, играющая. Чего там? А теперь мне так страшно. Станет ли мир таким, как прежде? Печалька. Плитка. Не знаю зачем. Руководство по выживанию в пустоши. Вау. Вы нашли т-т-т. Атаки в ближнем бою наносят на 5% меньше урона. А, вам. На 5% меньше урона. Очень круто. Вот не зря мы все это обследовали. Не зря. Так, вы нашли выпуск. Руководство по выживанию в пустоши. Красота. Интересно, конечно. Ой, как это взять? Что еще тут есть? Мозгогриб собрать. Все? Ну и все по ходу. В общем-то, понятное дело, у нас получилась такая вот беглянка. Она ушла из дома непонятно зачем. Сказала, что все плохо. Поселилась вот здесь вот и... Ого! А это чего такое? Ну-ка. Родолень. Жри его давай, пес. Мы охотимся на охоте. Жри второго. Второго ты... Столурова лови, пес. Самка родоленя. Ну ладно. Самка убежала. Может она была беременной и... Родит нам еще одного родоленя, которого мы тоже сожрем. А это тоже самка родоленя. Что это две самки делали? Вместе посреди пустоши. А? Химолаборатория. Этот предмет нельзя использовать пока чего? Почему нельзя использовать? Пока идет бой. А, какой бой-то? У меня уже бой никакого нету. Давайте скорее. Ну-ка, чего тут можно сделать? Шприц, кровопуск. Наносит рисоединитель урона в течение 10 секунд. Я не знаю, зачем, как эти шприцы в бою использовать. Вообще не представляю. Давайте лучше лечение. Ничего не можем сделать. Препараты. Служебный. Смазочно-охлаждающая жидкость. Для чего, интересно? Бафт винт. Замедление времени. Плюс 3 к силе. Плюс 3 к выносливости. Плюс 65 к максимальному здоровью. Плюс 35 к максимальному ОД на 15 секунд. А чего так мало 15 секунд? Бафтатой силы. Плюс 3 на 8. Вот. Вот это другое дело. Еще можем приготовить психовинт. Замедление времени. На 15 секунд. Урон плюс 25. Сила плюс 3. Выносливость при 3. Макс. Уровень плюс 3. АУЗ плюс 65. Психо-баф. Скажите, кащем отличается бафтата от психо-бафа? Давайте сделаем бафтата. Не знаю, что это такое и зачем. Но приготовим. 8 минут. Крутые. Штуки. Психо-баф. Вот я не знаю, психо это же вроде наркотика. Он вызывает привыкание. Надо ли этой штукой пользоваться? Безопасно ли? Но. Уж больно хорошая у него психо. Уж больно хорошая у него возможность у этой штуки. Давайте еще психо наделаем. Да, надо разбираться с этим делом. А то еще подсядем, станем наркошами, как та бабулька. Марфи или Мерфи. И все. И приехали, считайте. И еще хотела посмотреть. Она все-таки пришла ко мне. Жрем, жрем. Самка оленя. О, а вот нашлись дудни. Шикарно. Давайте в 5. И я хотела посмотреть, что вот это такое. Так, тут радиация же, да? Опасно. А, псу, радиация нипочем. У него, по-моему, уже иммунитет. Прокачанный пес. А вот я боюсь тут ходить-то с радиацией. Бонзай! Пес! Хранилище лодок Викет Шиппинг. Интересно, что за хранилище лодок. Там кто-то есть. Ау, там кто-то есть. Враги или друзья? Друзья или враги? Пес, тихо. Не шалим. Я тоже никого не вижу. Где они тут? Я же слышала голоса. Они внутри, что ли? Никого нету. Так, радио тебя нужно вырубить. Где это радио? Никакого радио. Ключ от трейлера Викет Шиппинг. Прикольно. О, вы нашли выпуск журнала Грогана Кварвар. Критические удары без оружия и холодным оружием наносит на 5% больше урона. Конечно, это нам не особо нужно, но... Не зря ведь путешествуем по миру-то. Не зря. Кто тут шалит? Скальпель. Так, ну и давайте тогда посмотрим терминал. Что у нас тут в терминале? Добро в систему управления Викет Шиппинг. Пользователь Блейк Флинн вошел в систему. Бразовые манифесты. Карта обновлена. Клиент General Atomics. Накладная. Завод General Atomics. Состояние доставки выполняется. Контейнеры урановые таблетки. А, это мы так карту обновляем. Прикольно. Сейчас еще чем-нибудь обновим. Сборочный завод Корвига. Доставка выполняется. Ящики. Топливные элементы. Ага. Гермозона Массфьюжн. Доставка выполняется. Бочки. Отходы. Интересно, интересно. Записи в журнале. Прочтите это сообщение. Так, детки. Запомните, что все поставки должны проходить через Тима или меня до отправки. Это архиважно. Не надо отправлять товары напрямую клиенту. Особенно до того, как мы подменим бумаги. Обязательно попросите меня или Тима осмотреть груз и дождитесь разрешения. Это серьезно, народ. Не облажайтесь. Иначе кончите, как тот дебил, который отправил весь груз целиком и чуть было не засветил нас всех. Босс Блейк. Что-то они, значит, тут с грузом мухлюют. Ай-яй-яй. Ну и все. Думаю, что на этом мы остановимся и уже это место, как это называется-то, мы сейчас находимся. Хранилище лодок Викинг Шиппинг мы уже осмотрим в следующей серии. Пока что с вами была Мира Моба Филка. Ставим лайки, комментируем, подписываемся и увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok